Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня обалденное настроение. Пару дней назад мне пришла в голову идея, что я хочу купить себе новый телефончик. Идея пришла спонтанно. Изначально в этом году я не планировала покупать себе новый телефон, потому что этот, мой 11, он не глючит, отлично работает, никогда меня не подводит. И в принципе меня все в нем устраивает. Я думала, зачем меня телефон, если и так и все ок. Вообще изначально, когда я покупала 11, я про себя думала, что я куплю еще 14, потому что 14 это мое любимое число. И у меня есть такая мечта, жить на 14 этаже в квартире с панорамными окнами. Эта мечта у меня где-то, наверное, лет 5. Я очень надеюсь, что она когда-нибудь осуществится. Надеюсь, до 35 лет у меня будет квартира с панорамными стеклами и обязательно на 14 этаже. Но сейчас не об этом. Вы знаете, я в специальном видео говорю о каких-то своих планах, потому что проходит время, когда я пересматриваю свои старые видео. Я думаю, блин, здесь я об этом мечтала, а сейчас у меня это уже есть. Поэтому обязательно надо мечтать. Но сказать честно, о 14 айфоне я никогда не мечтала. Но так как это 14, и 14 мое любимое число, я его должна купить. В последнее время я снимаю много шотс. Естественно, их я снимаю на телефон, и памяти мне не хватает. Особенно, когда я снимаю процесс рисования бумажных сюрпризов. Иногда это несколько часов подряд съемки. И здесь, естественно, памяти не хватает. Мне бы по-хорошему нужен 1 терабайт или хотя бы 512. Когда я увидела цены на айфоны, я немножко была шокирована. Почему у нас так дорого стоят айфоны, я, если честно, не знаю. Наверное, это связано с таможенной, с какими-то большими таможенными пошлинами. И это очень неприятно. Потому что сказать, что у нас есть какие-то альтернативные телефоны, которые мы можем покупать, например, производства Азербайджана, нет. А эти огромные таможенные пошлины, это просто ужас. Но, несмотря на все эти аспекты, я все равно хочу айфон. Когда я покупала этот, изначально мне было очень сложно им пользоваться, и мне не понравился айфон. И первое время, когда я купила этот телефон, мне было безумно некомфортно, неудобно. Он меня раздражал, но сейчас я не представляю себе, что я могу перейти на Android. Я, кстати, предложила этот телефон отдать маме. Мама сказала, что нет, iOS это не ее. Поэтому, наверное, этот телефон я оставлю как второй рабочий. Просто я куплю сим-карту для нового телефона, а здесь будет мой старый номер. И по каким-то рабочим моментам всегда буду давать этот номер. А мой основной личный номер будут знать только круг очень близких людей, на которых я подписана в инстаграме. 14-15 человек и вы все. Я посмотрела кучу видеороликов в ютубе. Очень много материалов, которые отсняла команда Вилсикома. Я так-то по большому счету поняла, что особо 13-14 ничем не отличается. Просто там была челочка, теперь этой челочки нету, там есть кружочек. Вот и все. Кстати, еще очень долго сомневалась между цветами. Почему-то все покупают вот этот цвет, но мне почему-то хотелось в цвете голд. Я вот долго думала, какой же именно взять. На момент съемки этого видео я уже заказала, и с минуты на минуту мне должны привезти. Я просто сидела, ждала, а потом я подумала, почему бы не заснять ролик о своих впечатлениях, ощущениях и так далее. Просто посидеть, поболтать. Почему нет? Я знаю, что вы все равно это будете смотреть, и возможно вам будет интересно. Конечно, какие-то технические параметры, там не знаю, какая-то характеристика, это все не ко мне. Ко мне чисто эмоции, чисто цвета и так далее. В общем, я думала между серебряным и золотым, так как я большая любительница золота. И даже моя тачка немножечко отдает в золото. У меня в техпаспорте написано хаки золотой цвет, поэтому пусть будет телефончик тоже золотой. Этот, кстати, он у меня черный, в отличном просто состоянии. Ни одной царапины нету. Его тоже вот я хотела именно черный. Хотя вот одиннадцатый есть в очень классных расцветках. Там голубой, фиолетовый, желтый, безумно красивые цвета. Я просто думала, если я возьму фиолетовый, потом нужно подбирать чехол, который будет сочетаться с этим цветом. Поэтому лучше взять просто черный, чтобы не заморачиваться. Кстати, насчет чехлов. Я походила по магазинам, посмотрела, сколько они стоят, какие варианты есть. И дело тут даже не в цене, а в выборе. Я не нашла чехол себе по душе, поэтому я решила его заказать в Шейн. Вы же знаете цели на 2023 год. В этом году я могу сделать только два заказа в Шейн. Уже прошло полтора месяца 2023 года. И я могу себе позволить сделать еще один заказ. А второй заказ сделаю в конце года. В общем, посмотрим. Я решила все-таки заказать Шейн, потому что там выбора больше. И цена намного дешевле. Плюс еще есть кое-какие мелкие вещи для бумажных сюрпризов, которые мне уже нужно заказать. Поэтому я сделаю небольшой такой заказ, а потом сделаю для вас распаковочку. Я так смотрю, с этим фоном вообще классно. Можно даже распаковочку для вас заснять. Сказать честно, мама, брат, они меня не поддерживают. Они говорят, есть телефон нормальный, что тебе не мется и так далее. Вообще я люблю вкладываться в свое любимое дело. Это не связано даже больше с тем, что я хочу такой телефон. А я хочу снимать больше шотс. Поэтому мне нужен этот телефон. И в любимое свое дело я люблю вкладывать. Например, у меня была камера от Canon, другая, помните? А потом я купила J7X. По идее, вы вообще разницу даже не почувствовали, хотя я переплатила в три раза. Как только вышла J7X Mark III, я купила ее и как раз таки сейчас снимаю на нее. Не могу, конечно, собрать и сказать, блин, у меня все такое профессиональное, все такое классное. Но в любимое дело я люблю вкладываться. Например, в прошлом году я купила новый ноутбук, хотя у меня старый также работает и все отлично. Я просто люблю упрощать свою работу. И я считаю, что время это самый дорогой ресурс в нашей жизни. Например, я что-то снимаю, а потом мне приходится заходить, что-то удалять и так далее. Это все трата времени. В общем, видео получается такое, знаете, больше болтологического характера. Но мне хочется поделиться с вами своими ощущениями, впечатлениями. В общем, у меня в последнее время очень хорошее настроение. И именно поэтому много контента. Когда мне фигово-хреново, я не снимаю. Когда мне хорошо, моя душа порхает, вот мне хочется с вами делиться этим всем, радоваться вместе с вами. Так что вот так вот сидим-ждем, посмотрим, когда привезут. Курьер уже выехал. Надеюсь, что в скором времени телефончик будет у меня. Я буду вам распаковывать его, показывать и радоваться. Ну что, мои хорошие, курьер только что приехал, завез мне мой айфончик. Первое впечатление, что могу сказать? Он нереально тяжелый. Мне почему-то кажется, что он слишком большой. Я надеюсь, что он не настолько большой, как эта коробка. Я хочу прямо здесь его распаковать. Так, открываем. Вау, какой он красивый. Смотрите, и очень тяжелый. Вот реально очень тяжелый. По сравнению с моим телефоном, я не знаю, прям разница огромная. Нереально просто тяжелый он. Так, и самый главный моментик. Готово? Включаем. Включился. Ну что, возвращаемся на исходную. Я уже немножко полазила, настроила уже все. Посмотрела, как же снимает камера. Вроде как все классно. Все так же, как и на этом телефоне. Особо сильная, если честно, разница я не вижу. Единственное, он очень большой. И если бы я его увидела бы в магазине, мне кажется, я бы взяла просто Pro. То есть, 14 Pro. А Pro Max, он такой прям, знаете, лопата. Но это, конечно, дело вкуса. Вот если сравнивать мой 11 и вот этот. То есть, ну, большая достаточно разница. Ну, не знаю. Опять же, смотрите сами, кому как нравится. Пока что для меня он большеват. Но, возможно, со временем я к нему привыкну. Но больше этого телефон вообще не нужно. Это уже будет планшет. А так, внешне не разочаровал. Очень красивый, нежненький. Единственное, вот эти камеры очень сильно выпирают. И мне кажется, обязательно нужен чехол. И вот единственное, что я заметила. Фронтальная камера, она немножко сглаживает. То есть, здесь фронтальная камера намного лучше, чем вот здесь. Для меня это главный момент, если честно. Можно, знаете, даже влоги снимать на эту камеру, в принципе. Если хотите, я вам могу как-нибудь один влог чисто на телефончик заснять, если вам интересно посмотреть. Ну, а так, понятное дело, обзорщик из меня никакой. Просто решила поделиться с вами своей радостью. Резкая, спонтанная покупка. Сейчас, кстати, как раз должен приехать брат. И мне очень интересна его реакция. Как он отреагирует на то, что я все-таки купила. Здесь, конечно, памяти поменьше было. Поэтому я решила взять максималочку. А так, в общем, если вы не занимаетесь блогингом, и ваша работа, в принципе, не связана с этим, мне кажется, это бесполезная просто трата денег. Мне почему-то казалось, когда мне привезут, я такая радостная буду. А сейчас я держу в руках, я понимаю, ну, почти одно и то же. Может, фронталка чуть-чуть получше снимает. Но переплачивать такие огромные деньги, просто, чтобы фронталка чуть-чуть лучше снимала. Ну, не знаю, опять же, сейчас на меня накинутся фанаты Эппла. Сейчас я хочу сделать заказ шейн. Заказать себе много чехлов, потому что все равно он у меня года три. Дай бог, я его не потеряю, не сломаю. У меня вообще с техникой отношения хорошие. Мне все очень долго служит. Например, моя камера Canon 700D, она у меня 4 года где-то. Ну, с момента создания моего канала. И по сей день были дни, когда в день я каждый день снимала по два мукбанка на эту камеру. И сейчас тоже минимум через день я снимаю на нее контент. Плюс мама снимает. Еще, кстати, последнее время я начала готовить. И у меня это очень хорошо начало получаться. Я получаю огромный кайф от того, что я делаю. И мне кажется, можно даже шоц-ролики снимать на кулинарный канал. И для этого нужно побольше памяти, чтобы я не заморачивалась. Блин, это надо удалить, там, не знаю, еще что-то. Поэтому мне, как бы, максимальная память, в принципе, нужна была. Поэтому я взяла. Так что вот так вот, в принципе, я уже буду закругляться. А дальше уже в мукбанках буду подробно вам рассказывать моменты, которые мне нравятся. Моменты, которые мне не нравятся. Всех люблю. С вами была Айка. Пока! С вами была Айка.